Ты хочешь, чтобы там постоянно можно было жить? При желании можно там жить. А щели не появятся потом? Появятся. Да? Ну, не сильные, но немножко может. А то я думал, прям на пол будет поливать. Фанеры, также фанера будет нести. Извини, перебью, что значит наружные стены? Наружные, не с улицы. Всем привет! Это снова видео о нашем будущем домике. Мы еще не начали строить, потому что снег вот-вот только сходит. Но я уже занимаюсь проектом дома. И сегодня в видео мы хотели бы обсудить с вами этот проект. Он еще не до конца закончен, но уже можно посмотреть планировку и понять какие-то конструктивные наши решения и особенности дома. Всем привет! А я буду задавать Насте всякие вопросы наводящие. Она будет на них отвечать, и тем самым мы, возможно, более детально углубимся в какие-то нюансы. Мы, в общем, построим вот таким образом видео сегодня. Ну и самый первый мой вопрос. Настя, скажи, какого размера вообще ожидается дом и вообще что это за дом будет? Ну, как мы уже говорили в прошлом видео, наш дом, он в стиле барнхауса. Барнхаус это тиней дом, то есть тайний хаус, это маленький миленький домик. А барнхаус это не только его вид, но и особенность конструктива, о чем мы расскажем чуть позже. Значит, размеры самого дома габаритные примерно 7,5 на 4 метра. Это без террасы? Без террасы, да, и без весов. А терраса сколько? А терраса еще будет выпущена на 3 метра, то есть размер террасы 3,5 на 4 метра. Часть террасы будет под навесом примерно метр, остальная терраса открытая. Для дома вообще нужен фундамент, да? Какой планируется фундамент? Ну, мы планируем свайный фундамент, во-первых, потому что это каркасник, это легкий дом, но, во-вторых, потому что это быстро и... И нам по силу самим это сделать. То есть, если бы мы бы сейчас взяли бы и начали заливать плиту, то плита бы растянулась у нас месяца на 1,5, а то и 2, если с условием того, что это мы будем делать сами. Ну и поэтому мы решили, что оптимальным вариантом это будет все-таки свайный фундамент. Вот, винтовые сваи. Да. Крутить мы будем сами. Какая свая будет? Ну, какая там, 108 или какая? Ну, да, 108 свая. Вот, планируется приблизительно... Где-то 18 свай под дом и террасу. Ну, давай тогда дальше. Это тот по поводу конструкции обвязки, да? То есть, ну, свай мы закрутили, а что будет за обвязка свай? Ну, обвязка будет из трех досок. То есть, не из бруса 150 на 150, а три доски будут соединены между собой доски 50 на 150. Или на 200. Нет, на 150. И таким образом три доски, получается тот же самый брус, но работает он лучше, чем целиковый брус. Такой вопрос, а с какой доски это все будет делаться? Сухая или из естественной влажности? Ну, обвязку можно делать из естественной влажности, а сам каркас весь и все, что там внутри, и вся обшивка, это обязательно нужно делать из доски сухой. Ну, доска сухая имеет другой размер. Ну, да, но миллиметры мы уже не уточняем, потому что на данном этапе это не так важно. Но при проектировании ты учтешь, что это будет доска не 150, а 145, скорее всего? Да, конечно, учту. Каркасники, да, как вы понимаете, существуют классические каркасники по двум схемам. Там канадская и американская технологии существуют. А в данном конкретном случае какая из них будет? У нас будет не классический каркасник, а, как я говорила, барнхаус. Если в классическом каркаснике он делается за счет стойки, потом обвязка, потом перекрытие, потом уже стропила. Ну, в общем, в барнхаусе делаются фермы, которые повторяют друг друга, и затем они уже устанавливаются вертикально и производится их горизонтальное скрепление. И на них как-то делается, ну, скрепляется и образуется такой силовой каркас, как сразу, как скелет дома получается. Ну, вот покажи внимательно, что это ты имеешь в виду. Ну, вот одна ферма, и они стоят друг за другом. Кроме того, что такой дом возвести гораздо проще, у него еще есть плюсы в связи с тем, что вот эти вот фермы можно поставить реже. И мы будем делать их шагом примерно метр двадцать. Ну, объясни, а почему их можно поставить реже? В чем такая особенность? Ведь такую ферму нужно тогда рассчитывать. Если взять обычный классический каркасник, то там подразумевается, что если шаг стоек не более 60 сантиметров, то расчет в целом не нужен, не требуется. Да, мы, конечно же, обязательно все прочитаем перед строительством. Ну, вот в процессе проекта все расчеты будут. Но вообще такая схема возможна за счет того, что вот эта вот ферма, она скрепляется жесткими коннекторами из фанеры. То есть она единая, и за счет этого она имеет большую жесткость. Покажи, что это имеешь в виду за коннекторы? Коннекторы, которые соединяют в этом месте доски, в коньке, и еще также здесь. А снизу? Снизу нет. Они устанавливаются в такое направляющее. Есть несколько типов коннекторов. Некоторые сразу идут с пола, некоторые вставляются уже на палубу. В общем, мы, скорее всего, будем использовать те, что устанавливаются уже на палубу и закрепляются там за счет каких-то гвоздей или не болдов, а винтов, не знаю, шурупов. Ну да, скорее всего, это будут все-таки гвозди. Да. Мы планируем приобрести такой пистолет, ну, пневматический, либо электрический, еще посмотрим, который забивает гвозди 90 сантиметров. Ой, 90 миллиметров. То есть с ним, ну, понятно, что деревянный дом, тут гвоздей будет целая куча, и, ну, надо поберечь свои силы. Не, я, конечно, люблю помахать молотком, но они не 90 миллиметров. Хорошо. Тогда следующий вопрос по поводу, ну, раз это каркасник, значит, там утепление, да? Да. Какое утепление, что мы будем использовать для того, чтобы его утеплить? Типа утеплителя будет, там, минерально-ватная плита или базальтовая вата. Ну, в общем. Ну, что-то из этого, да? Да, да, что-то из этого, а по толщине это будет 200 миллиметров утеплитель. Общая толщина 200? Общая, да. Ну, изначально мы хотели крышу 200 сделать, а стены 150, но сейчас склоняемся, чтобы сделать полностью такой термос с одинаковой теплопроводностью или теплоизоляцией. Обычно же крышу утепляет лучше? Ну, возможно, пол мы сделаем 150, тоже все проверим расчетом, ну, и, возможно, пол мы сделаем 150. Ну, не сколько достаточно обычно? 150, в принципе, достаточно. Ну, достаточно для чего? Надо тоже объяснить. Для стены и... Ну, не, я не к этому планирую. Я к тому, что, ну, проживать в этом доме, как мы будем часто. То есть, предназначен ли он для постоянного жительства? Да. Ты хочешь, чтобы там постоянно можно было жить? И днем, и ночью? При желании можно там жить постоянно. Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что, конечно, по факту там жить зимой вряд ли кто будет, но будут, ну, планируются. Ну, мало ли что, может, мы переедем туда. Короче, дом будет полноценный, он будет приспособлен для жизни в нем круглый год, он должен получиться теплый, так что при желании можно жить в нем и зимой. Ну, мы, конечно, будем проезжать, скорее всего, на выходные, отдыхать там, топить печку, в общем, наслаждаться зимой. Но мало ли что, может, нам в голову брести, и при желании переехать туда на зиму, он будет к этому готов. По обшивке, да, вот, ну, давай тогда начнем с наружной обшивки, что предполагается снаружи. Ну, видно, что это похоже на профлист, да? Да, барнхаусы чаще всего обшивают крышу и две стороны под свесами одним и тем же материалом. Чаще всего это либо профлист, ну, не такой, как мы привыкли видеть на заборах, а более качественный, и смотрится он гораздо красивее. Либо же это фальцевая кровля, вот. А с двух торцов обшивают деревом. Так и мы будем поступать. Это будет либо там сосна, либо лиственница, там, смотря на сколько мы раскошелимся. Видим, что, ну, витражные, да, какие-то окна или как это у нас? Ну, это не совсем витраж, просто будет на фасаде большое окно, оно же дверь, и дальше будет до потолка, скорее всего, окно. Здесь дерево и здесь дерево. Ну да. Ну, давай тогда теперь к внутренней части, да, давай посмотрим, что внутри у нас находится. Всем интересно. Ну, особенностью вот именно в барн-хаусе, да, то, что на первом этаже можно сделать второй свет, да, так называемый. То есть как такового перекрытия межэтажного нету, вот. И получается, хоть и дом маленький, но заходя в него, ты попадаешь в большое пространство, высокое. И в таком доме, конечно, совсем по-другому ощущается площадь, вот. Ну да, несмотря на то, что он будет совсем маленьким, за счет высоких потолков гостиная будет смотреться просторно. Да. Мы уже сказали, что дом будет в стиле tiny house, поэтому все пространства в доме будут минимального размера, как минимально необходимого размера. Сейчас я пройдусь по планировке и расскажу. Чтобы избежать отдельного помещения под прихожую или же какую-то входную зону, в данном проекте мы будем использовать выход на террасу, также в качестве основного входа. То есть мы заходим в дом и сразу же попадаем в гостиную. Тут будет располагаться шкаф для какой-то верхней одежды. И, в общем, можно сказать, зона прихожей тоже гостиной. Но есть в этом, получается, какой-то минус, что мы грязными там, условно, ногами, да, там, если дождь идет, будем тортать. В идеале, когда дом предназначен для постоянного проживания, лучше выделять в деревне отдельное помещение маленькое. Но так как мы предполагаем, что в основном будем летом, летом можно ту же обувь оставить при входе, скинуть там галоши, тапки. А зимой, по идее, если снег, то тоже грязи нет. Поэтому в нашем проекте мы предполагаем, что все будет чисто и экономим место за счет этого. Ну, вот так вот мы заходим в помещение. Тут, значит, у нас шкафчик. И, в принципе, если это будет какая-то грязная зона, то можно ее прямо в уголку там организовать и не разносить грязь, потому что это не проходная зона. Далее мы попадаем в зону гостиной, где у нас стоит диван. И печка, я вижу, да? Журнальный столик, да. И будет стоять камин. Камин – это основное отопление или это как дополнительное? Это как дополнительное отопление плюс релакс-зона. А основное отопление будет электрическое, да, в нашем случае? Да, это будут конвекторы под окнами. Мы просто приехали, включили, можно установить с датчиками, которые можно включать заранее, пока подъезжаешь к дому. Вот. А теплый пол, например, надо делать? Ну, мне кажется, нет. В данной конструкции проще обойтись конвекторами, чем теплый пол под покрытие закладывать. Я в целом, ну, тоже не очень за теплый пол, здесь слишком небольшая площадь, вот, и много всяких стоит предметов, да, которые, в общем, под которыми все равно теплый пол нельзя стелить и делать, вот. И получается, что зона, которая будет работать на тепло, ну, она будет маленькая. Поэтому я за конвекторы тоже. Хотя я не знаю, где они тут будут стоять. Ну, вот здесь можно у стены. Так. Здесь вот под окном. Под окном это вам какие-то сделать. Ну, отверстие, перфорацию. Берешь сверло, делаешь дырочки. Ну, да. Ну, в общем, понятно. Это значит кухня, да, я правильно понимаю? Да, здесь у нас кухня, и она у нас стоит как бы в коридоре, который у нас ведет в спальню и туалет. То есть мы не теряем площадь коридора, а организуем там кухню. Так как домик маленький, то это, в принципе, не такая уж проходная зона, так как в спальню ты заходишь только спать. И тут получается маленькая кухонка, в которую, ну, редко это используется как коридор пространства. Вот. Дальше между кухней и зоной прихожей будет располагаться дальше столешница, на которой можно кушать там, перекусить, позавтракать. Ну, да. Ну, можно еще за диван, конечно, сесть перекусить. То есть кто-то любит на диване покушать тоже можно. Ну, опять-таки, так как, наверное, 80% мы будем использовать дом летом, в основном летом мы все любим на улице кушать, можно на террасе, можно просто вынести стол. Поэтому дома будет только такой экспресс-столик посидеть, можно поработать, можно покушать. В этом же помещении у нас будет располагаться лестница на второй этаж, на антресоль. То есть тут как-то такого полноценного второго этажа нету, есть антресоль. Антресоль будет располагаться над спальней и санузлом, то есть над теми помещений, которые можно сделать минимальными по высоте. За счет этого мы не слишком задираем дом вверх, а делаем его компактным, но при этом получается полтора этажа. А насколько комфортно будет людям находиться вот на этой антресоли? Ну, не будет ли они башкой литься? Ну, антресоль – это не полноценный второй этаж, то есть ты не придешь, ты не будешь разгуливать от стенки к стенке. Это скорее такое помещение, как полок в старых русских домах, куда ты забираешься и ложишься спать. То есть если ночью проснешься, страх можно башкой? Нет. Нет? То есть головой там не заденешь? Ну, нужно ли будет нагибаться? Сейчас все покажу. Ну, у меня тут сделано сейчас минимального размера, возможно, мы сделаем чуть выше. В коньке будет метр восемьдесят. То есть, получается, человек может встать посередине. Ага, то есть заходить на кровать нужно будет с торца, да, не сбоку? Нет, ты как бы пришел и сразу лег рыбкой. То есть вот так, рыбкой туда нырнул, да, то есть, ну, ну, что вы хотите, это маленький дом, то есть, ну, мы не говорим о том, что мы тут, ну, сейчас сделаем все удобно. Почему будет удобно? Ну, в общем, какие-то будут нюансы. Это будет спальное место, которое поднялся и лег. Зачем там ходить-то? Да, ходить там не придется. Там будет стоять только кровать, ну, какой-то, может, комодик там, не знаю, для вещей. Далее за той лестницей, по которой мы попадаем на антресоль, у нас находится, во-первых, кладовая зона, где можно разместить там стиральную машину, например, какие-то ящики. Либо это место сделать комод с выдвижными ящиками для кухни. И за ним, за ней, за лестницей у нас располагается санузел. Тут будет унитаз, раковина, и хотим сделать трап в полу и прямо без поддона, чтобы все сливалось туда. А пол тогда из чего будет? Пол из аквапанели можно сделать. Да? А что, на нее прям можно воду полить? Ну, не на нее, плитку на аквапанели и гидро. А, ну, то есть плиткой все будет? Конечно, да. А, ну, теперь понятно стало. А то я думал, прям на пол будет поливать. Странно. Чего за хейтинг за такие тупые эти? Нет, не за хейтинг. Ну что, давай, дальше что у нас? Дальше у нас расположена шикарная спальня. Как мы уже сказали, этот дом предназначен для отдыха с родителями, поэтому эту спальню мы, конечно же, отдаем им, потому что им неудобно на второй этаж лазить, естественно. Ну, а если рассматривать строение такого дома для молодой семьи, допустим, то в этой спальне могут располагаться родители, а дети спят на пологе на втором этаже, как раньше в старой русской деревне. На антресоле. На антресоле, да. Вот, в этой комнате помещается большая двуспальная кровать, можно поставить хоть два на два ее и полноценный шкаф для хранения из двух секций. Ну и, собственно, на этом помещения в доме закончились, то есть можно сказать, что этот дом, он как бы трехкомнатный, у него есть гостиная, есть спальня и есть спальня. И получается, что в нем могут разместиться шесть взрослых, если диван преобразовать тоже в спальное место. То есть такие дома, в принципе, можно строить как база отдыха, там, для отдыха на выходных. А, кстати, да. Наверное, для баз отдыха такое помещение очень интересный вариант. Ну, да. Ага. Ну, а давай тогда еще расскажи, еще вопрос мы не затронули, из чего отделка внутренняя состоит, что будет использоваться? Внутреннюю отделку мы будем сделать наружные стены из фанеры, также фанера будет нести... Извини, перебью, что значит наружные стены? Наружные, не с улицы. Есть наружные стены, а есть перегородки. А, ну, в смысле, стены внутри. Стена, она и внутри, и снаружи, это одна и та же стена. Ага, ну, хорошо. Ну, то есть наружная стена, но обшивка внутри. Да, да, она обшивка внутри. Нормально. Ну, короче, вы поняли. В общем, несущие стены, изнутри мы будем отделать фанерой, и фанера также будет являться силовым каркасом, то есть помогать дом держать. Перегородки между вот этим помещением и спальней, ну и санузелом будем обшивать гипсокартоном. Пол мы будем делать шпунтованный доской. А это что за доска такая? Доска с пазами, как паркет, только... Только доской, да? И с доски, да. А щели не появятся потом? Появятся. Да? Ну, не сильные, но немножко может разойтись. А если сухую взять? Она и будет сухая. Ну, все равно с щелями. Ну, немножко-то может разойтись, не идеально будет. Это ж не ламинат, но зато это натуральное, будет приятно ходить ногами. А если туда грязь попадет? Пропылесосишь. Ну, ладно. Посмотрим. Вот, по цветовому решению фанеру будем просто покрывать лаком, гипсокартон, скорее всего, просто в белый цвет, а полу будет какого-то светлого, серого, примерно такого. Все будет светленькое, так как дом небольшой, и хочется, чтобы визуально было все светло и просторно. Вроде как все, да? Да. Обсудили. Может быть, что-то забыли? Вы обязательно напишите в комментариях, задавайте вопросы, какие у вас появляются. Вот, может быть, что-то можете посоветовать, улучшить или покритиковать тоже можно. Вот. Но обоснованно. Я так понимаю, уже скоро мы начнем стройку, уже можно в целом на участок проводить какие-то земляные работы. Мы будем подключать септик к дому, прокладывать воду к нему, ну и сваи параллельно это все тоже нужно будет закручивать. Ну все тогда. Всем счастливо. Да, кстати, можете задавать вопросы, и, скорее всего, в следующих видео мы постараемся отвечать на вопросы из предыдущего видео. Может быть так, да? Да, попробуем. Ну все, пока. Всем пока. Продолжение следует...